Привет, друзья! Мы на высоком берегу. Проверяем готовность общепитов к курортному сезону. Ну, по-моему, вполне они готовы. Детские площадки круглый год работают. На море один дяденька стоит по щеколотку в воде. Ветер, солнца не было только что появилось. Наверное, вода прохладная. Ну и очень нас, конечно, не порадовала автостоянка. Зимой она была вся в колдобинах просто страшных. Думали, к летнему сезону починят. Нет? Но машины паркуются как могут. А не хотите, как говорится, не паркуйтесь. Паркуйтесь вдоль улицы. Это улица 40 лет победы. Ну, там сложно припарковаться. Все занято. Пойдем к морю спустимся. Вот, оказывается, где люди купаются. Это мы спускаемся по лестнице деревянной, старой, местами разрушенной. Ну, хорошо, хоть перила есть. А тут, смотрите-ка, даже кабинку поставили. И вот этого надувного батута, уголка для детей, я не помню, в прошлом году. Ну, мы сюда купаться, конечно, никогда не ездим. Нам не нравятся каменистые пляжи. Ну, те, кто не любят комку, тину болотную, те предпочитают каменистые пляжи. Здесь редко она бывает. Вот такие тут горы и вот такие тут оползни. И вот так вот эти камешки выносят водой и ветром нам под ноги. на эту самую многострадальную лестницу. Ну, люди ходят, купаются тут. Если вы решитесь по этой лестнице спускаться на пляж, будьте осторожны. Дерево скользит под ногами. А последний, вот этот участок, просто очень крутая лестница. Ну, не для спуска с детьми, особенно если они на коляске. Ну, а вот так выглядит наш пляж, который анапчане почему-то называют галечный. Галькой тут и не пахнет. Вот такие булыжнички. Камни разной величины. Ну, на берегу, ладно, можно к ним приспособиться сидеть или лежать, да? Особенно, если кости не выпирают из пятой точки. Но заходить в воду очень опасно, потому что эти булыжники, поросшие тиной, травой, они такие скользкие, что... Ну, просто очень опасно. В Анапе не бывает бесплатных лежаков. Только за ними, ну и понятно, люди спустили, бог его знает, откуда эти лежаки таскали. Чуть-чуть не на коробке. У тебя и машина? Ну, так торговцев не видно лежаками. Наверное, стоит сесть на лежак, и они появятся. Вот самое опасное явление в Анапе, это татуировки делают. Это, я считаю, что самые-самые-самые такие крутые. Они завлекают, типа, татуировки от 30 рублей, потом начинают всячески махинировать, там, что-то это то, не то, значит. Потом в итоге считают вашу 7-метровую татуировку... 7-сантиметровую. Да, да. На 3 тысячи рублей. И вы начинаете скандалить. Каждое лето в Анапе происходят такие скандалы. То есть родители совершенно не ожидают этого. Ну и за каждым татуировщиком следят братки. Крышуют. Подходят, да, да. И начинают разборки. Мы тоже так попали года два назад. Так что никому не советуем делать татуировочки на пляжах. Оксана решила попробовать температуру воды. Ну, такая же как у нас. Нам нормально. Хотя что-то у нас горло болит последние два дня. Может быть, имели и закупали в татуировке. Ну, при определенном терпении, толерантности, конечно. Так-то вода привлекает. Вот она прозрачная. Волуны. Да, не все разъезжаются под ногами. О, невозможно вообще зацепить. В общем, заходишь, встаешь на колени и ползешь. И вот на таком круге заплываешь с самого беда. Да. Да. Ну, а так-то, в принципе, отдыху и воды. Кидать камушки. Тины нету, действительно. Вода прозрачная. Смотрится симпатично. Никто решил, никто не решил сплопаться. Не захотели. Но мы не собирались. Ну, множество анапчан и гостей города. Денис! Здесь проводят время. Ариша нашла божью коровку. И Ася тоже. И Ася тоже. Вот сейчас она расправит крылью. Да ты боишься ее? Куда ты? Нет, я не боюсь. Вон, видишь, такая обувь. Оказывается, Ася не боится божих коровок. Да ну, что ты делаешь? Она не имеет божих локера. Ну, покажи, где она. Покажи, Ася. Видишь, какой обуви. Ну, отпускай сейчас это. Ручками не держи. Полетит она или не полетит? Да ты что-то делаешь. Зачем спрячиваешь-то? Ты готова к обуви. Такой камень такой. О, горько. Сейчас он летит. Ну-ка. Это горько реально. Лети. На Невска. Там твои детки кушают котлетки. Всем по одной, а тебе не одной. Не хочет улетать. А еще на этом пляже обозначен дайвинг. Вон там подальше стоит палаточка и техническая зона обозначена. И вон лодка приплывает с людьми в подводных костюмах. Дайвинг есть в Анафе. Кафе здесь есть. Мангал вот стоит прямо, пожалуйста, при вас жарят. И хотим мы узнать для людей, на всякий случай, есть ли тут туалет. Обычно на побережье туалетов нет, к сожалению. Кафе это пока не работает, работает только мангал. 100 рублей 100 грамм шашлык. Свинина крылышки 80 рублей за 100 грамм. И биотуалет у них есть для посетителей кафе. Вот такое мягкое мороженое нам выкручивает в рожок. Ой-ой-ой, это дыня. Класс. Не поместилось даже в стаканчик. Это будет 80 рублей, да? Так. А второе мы заказали со вкусом жвачки, да? Нормально сел. Чуть раскаялась. Так, это будет деду. Ха-ха, два стаканчика. Не получился фокус. Рожок пришлось съедобный засунуть в стаканчик несъедобный. Попробуем дубль два. Мороженое. Жвачки. Со вкусом жвачки? Да. Так-так-так-так-так. Вот. Это лучше, да? Получилось. Симпатичнее. А это 40. Хорошо. Итого 180. С пляжа людей привозят вот такой паровозик с вагончиком. 35 рублей стоит поездка с человека. Ну а сколько он едет? Метров 300 он туда по дороге? Больше, ты думаешь, не 300? Заворачивает. Может, полкилометра. За 35 рублей прокатитесь. На пляж и обратно. Ну, а стоянка выглядит вот так. Ужас. Ужас, ужас. Ужас у нашего гормонка. Ну, ужас, но бесплатно. Зато в Анапе строят по Пионерскому проспекту штук 11 или 15 арок таких, как бы обозначающие проходы на пляж. Мы думаем, лучше бы вы построили хоть бы 11 туалетов на Пионерском проспекте, поближе к пляжу. Это было бы гораздо лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...